Прежде всего, наша цель, конечно, со всеми повидаться, со всеми пообщаться, да, и послушать, прежде всего, банк, я так понимаю, достаточно интересный, послушать его презентации и поговорить, конечно, о том, о чем мы можем, вот, наши члены, члены нашей организации могут совместно с банком посотрудничать. Вот, и первое слово для приветствия я передаю вице-президенту, руководителю исполкома, нашей дорогой, любимой, Нонисо Ядовне. Спасибо. Спасибо, Александр Геннадьевич. Уважаемые дорогие коллеги, я рада, что, несмотря на все эти тотальные ограничения, мы с вами встречаемся и очно, и заочно, и онлайн, и офлайн, и сегодня я должна анонсировать, сегодня в Деловой России будет большая конференция с участием, очная конференция с участием всех торговых представителей Российской Федерации. За рубежом более 50 торг-предов со всех стран, представляющих Россию, приедут, и мы сегодня будем в режиме биржи контактов отрабатывать с коллегами те вопросы, которые у предпринимателей на сегодняшний день существуют. Такие биржи контактов, они всегда бывают полезными, и можно многие рабочие моменты, какие-то конкретные кейсы отработать, если кто в Москве и может себе позволить такое передвижение по городу. Это тоже уже стало большой редкостью. Приглашаем вас в Деловую Россию принять участие в нашем мероприятии. Ну и будет онлайн-подключение для тех, кто не может присутствовать физически, но онлайн-подключение не в рамках биржи контактов, а сама конференция, пленарная часть. Дорогие коллеги, я приветствую всех участников сегодняшнего нашего вебинара. Я вижу много знакомых лиц, вижу наших региональных коллег, нашего дорогого Сергея Батцева тоже, который у нас китайское сотрудничество вместе с Александром Геннадьевичем развивает каждый в своем направлении. Китай большой, но тем не менее, очень большой потенциал и огромные возможности для развития сотрудничества. Коллеги, очень здорово, что сегодня у нас состоит сообщение с China Construction Bank. Очень важно, чтобы мы понимали тот потенциал и возможности сотрудничества, которые присутствуют для того, чтобы это могло помогать в развитии экономик наших стран и экономик наших бизнесов, наших предпринимателей Деловой России. И я рассчитываю, что вот та коммуникация, которая сегодня состоится и в этой работе участвует и соорганизаторами является Русско-Азиатский союз промышленников и предпринимателей, наши давние партнеры и друзья, это будет эффективно и полезно для всех. Про деловую Россию нет смысла, наверное, рассказывать о международном направлении деятельности. В двух словах, мы очень давно развиваем, наверное, крайние 10 лет наиболее активное направление развития нашего международного, это китайское направление, потому что оно очень стремительно развивалось, очень много партнерских связей, бизнес-ассоциаций, многие, в том числе, члены организации системно работают с китайскими партнерами. Есть очень много уже серьезных, интересных результатов. Я желаю нам с вами плодотворной работы и чтобы эти результаты только разрастались в геометрической прогрессии. Спасибо. Спасибо большое, Носаядовна. Далее приветственное слово хотел бы предоставить вице-президенту Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей Сузиане Мачтрян. Добрый день, уважаемые коллеги. От лица Русско-Азиатского союза хочу поприветствовать уважаемое мероприятие Каза России и Китая, поблагодарить организаторов мероприятия. За последние 20 лет российско-китайский товарооборот вырос более чем в 13 раз с 8 миллиардов до 107,5 миллиардов. А в этом году он превысит 120 миллиардов. В таком случае объем вырастет в целых 15 раз. И это рождает целый ряд вызовов экономических, чтобы еще такого купить или продать, и финансовых. Как рассчитываться, как это делать дешевле и безопаснее, и сегодня, иначе, что это экономика. То есть что купить и что продать. В Китае сейчас активно развивается четвертая промышленная революция, идет автоматизация производства. А последний обвал рубля делал закупки оборудования из Европы, Штатов и Японии очень дорогими. В итоге китайское оборудование сейчас одно из самых современных, а также лучшее по отношению цена-качество-надежность. И как раз-таки наши партнеры из банка помогают оформлять факторий так, чтобы это было дешевле и лучше. Ведь, как мы знаем, Строительный банк Китая второй в мире, и его возможности могут многократно превосходить возможности даже Сбербанка, поэтому всем нам нужно помнить об этом. Другая возможность для роста товара оборота – это продукты питания и сельскохозяйственная продукция. И у России сейчас прекрасные конкурентные преимущества, и наша продукция пользуется просто Китая. И второй вопрос – это финансы. Банковская тема сейчас очень актуальна, потому что банки – это кровеносная система торговли, и эффективная работа банков помогает каждый год нам увеличивать товарооборот. И здесь несколько тем – это расчеты в нацвалютах, цифровые национальные валюты, подключение к системе трансграничных межбанковских платежей, которые являются альтернативой SWIFT. К китайскому аналогу уже подключились 23 российских банка, а к российской, к сожалению, только Банк Китая. Также на российском рынке активно продвигаются китайские платежные системы, такие как UnionPay, WeChat Pay. И мы, в свою очередь, как союз, помогаем подключать к ним дитейлеров, которые ориентированы на работу с китайскими туристами. Ведь границы, как мы надеемся, скоро откроют, и нам нужно уже активно к этому готовиться. И в завершение выступления я хотела бы сказать, что сейчас мы запускаем крупнейшую программу лояльности по работе с Китаем, в которой будет все, о чем нас просили последние годы. Это скидки на услуги по бизнесу с Китаем, легализация документов. И уже через неделю мы сможем выдать эти карты всем желающим участникам мероприятия, а также гостям сегодняшнего мероприятия. Спасибо большое. Удачного нам мероприятия. Спасибо большое, Сюзанна. Ну, собственно говоря, переходим, перейдем к банку, то, ради чего мы прежде всего собрались здесь послушать, да, презентации банка. И первое слово начальнику управления корпоративного бизнеса China Construction Bank'а Алексею Тарасову. Доброе утро, уважаемые коллеги. Прежде всего, хотел бы выразить огромную благодарность организаторам мероприятия. Для нас большая честь быть сегодня здесь с вами и рассказывать о себе. Мы участвуем командой. Соответственно, я в банке отвечаю за весь бизнес с корпоративными клиентами. Также двое моих коллег, Дмитрий Огнев и Антон Александров, также чуть позже выступят с презентациями наших специализированных и очень интересных и продвинутых продуктов для российских компаний, которые желают развивать экономические связи между Россией и Китаем. Позволю себе, если можно, ко второму слайду буквально несколько слов про наш банк. Действительно, как уже говорили коллеги, мы являемся вторым банком в мире по очень многим показателям. И по огромному количеству продуктов занимаем даже первое место, как в Китае, так и в мировом масштабе. В России банк присутствует достаточно давно, уже практически 10 лет. За это время пройден достаточно серьезный путь. Банк все эти годы активно развивался, постоянно расширяя как список собственных клиентов, так и спектр продуктов, которые предлагаются на рынке. Если говорить о последних полутора годах, как раз с начала пандемии, то мы стали еще более сфокусированы на работе с российскими компаниями, как экспортерами, так и импортерами. Также у нас появилось достаточно новое направление развития. Это сотрудничество как с государственными, так и с негосударственными ассоциациями. И в этой связи мы особо рады, потому что сегодняшнее мероприятие является для нас первым с деловой России. А коллег из Российско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей мы уже достаточно хорошо знаем. Поэтому в рамках нашей новой стратегии нам особо интересно предлагать наши продукты и услуги компаниям и малого, и среднего бизнеса. Потому что наш продуктовый ряд позволяет сделать достаточно целостное предложение подобным компаниям, как с точки зрения поиска контрагентов в Китае, а у банка. Если коллеги на второй слайд перейдут, пожалуйста, мои презентации, то там будет видно, что у банка достаточно серьезная филиальная сеть, как в самом Китае 15 тысяч делений, так и по всему миру банк охватывает более 30 стран. Поэтому действительно у нас есть огромные конкурентные преимущества, и что самое главное, у нас есть достаточно большой интерес к работе на российском рынке. И в том числе в таких отраслях, как, например, сельское хозяйство, продукты питания, удобрения, промышленность и лесная промышленность. У нас здесь есть достаточно большой интерес. Поэтому закончу, наверное, на этом свое приветственное слово. Еще раз выражу большую благодарность организаторам и уже передам слово двум членам моей команды для того, чтобы они очень детально и именно с практической точки зрения рассказали о том, что мы можем предложить российским компаниям. Потому что, как мне кажется, в большой степени наши предложения будут звучать уникально и эксклюзивно. Поэтому спасибо большое. Тогда передаю слово Дмитрию Огневу, начальнику клиентского отдела банка. Дмитрий, расскажи, пожалуйста, про один из самых наших продвинутых продуктов, про Smart Matchmaking Platform группы CCB. Спасибо. Добрый день, господа. Алексей, спасибо. Спасибо, коллеги, за возможность участвовать в данном мероприятии. Расскажу, наверное, в двух словах сначала, о чем речь. Спасибо, также хочу сказать, Сюзанне из РАСПа, потому что она тоже сделала такой реверанс в сторону банков. Действительно, на сегодняшний день China Construction Bank представлен в России не только как полноценный банк с генеральной лицензией от Центрального банка Российской Федерации, но и как некое представительство большого глобального China Construction Bank, призванного развивать международную торговлю. Да, и в частности, российско-китайскую торговлю и российско-китайские отношения. В этой связи наш банк глобально и в России предлагает такой продукт, как умная платформа по подбору бизнес-партнеров. Сейчас, секундочку, открою презентацию. Видно презентацию мою? Да, правильно. Видно, спасибо. Да, спасибо. Что из себя представляет данная платформа? По сути, это веб-портал, веб-сайт, который позволяет развивать межстрановой B2B бизнес. Любым компаниям, которые заинтересованы, российским компаниям, которые заинтересованы в китайском рынке, неважно, предлагаете ли вы товары или услуги для экспорта в Китай, или вы заинтересованы в поставках продукции или каких-либо услугах от китайских компаний. Эта платформа может быть для вас полезна. Я провожу аналогии, рассказывая о платформе, провожу аналогии с приложениями и программами, которые мы используем как частные лица. Аналог ковида может быть, но только заточенные под развитие бизнеса. Платформа предоставляет возможность размещать ваши предложения для потенциальных потребителей в Китае или размещать ваш запрос на какие-либо товары и услуги. На сегодняшний день веб-платформа CCB Match Plus, как вы можете видеть на экране, достаточно большое количество пользователей привлекло. Большинство из этих пользователей – это китайские компании, крупные и средние компании по всему Китаю. Учитывая широкий охват банка в Китае по всей стране с большим количеством филиалов и офисов и огромным количеством клиентов, которые обслуживает банк, большинство из зарегистрированных пользователей – это, конечно же, в первую очередь клиенты банка. Но не обязательно. Мы привлекаем в том числе и предлагаем услуги нашей платформы всем желающим. А поскольку пользование базовыми функциями платформы является бесплатным, поэтому платформа пользуется популярностью. И вот в презентации указано, что почти 800 тысяч зарегистрированных пользователей в ней было. Но это данные, скажем так, трехмесячной давности. На сегодня, насколько нам известно, количество пользователей приближается уже к одному миллиону. Что из себя представляет платформа? Ее возможности не ограничены размещением ваших предложений или поиском предложений каких-то китайских компаний. Остановлюсь поподробнее на каждой функции платформы. Ну, базовая функция – это, собственно, размещение информации о вашей компании и о той продукции, которую вы предлагаете или которую вы планируете приобрести в Китае. Кроме возможности размещения или поиска информации о товарах, есть и возможность точно такая же поиска или размещения информации об услугах, которые предлагаются. Услуги могут быть любые – это и транспорт, и юридические услуги, и фактически любые услуги, которые, как вам кажется, могут быть интересны китайским потребителям, китайским компаниям. Либо, если вы развиваете или планируете развивать бизнес с Китаем или в Китае, и вам необходима поддержка на китайской стороне, тогда у вас есть возможность найти потенциально партнеров в Китае путем поиска соответствующих предложений на платформе. Очень важной и интересной функцией и возможностью, которую предоставляет платформа, является проведение различных онлайн-мероприятий и форумов. Вот уже за последние несколько месяцев, в декабре и в июне месяце, мы проводили подобные мероприятия. Эти мероприятия в обоих случаях были посвящены развитию взаимоотношений между российскими и китайскими компаниями по экспорту российской сельхозпродукции и продуктов питания в Китай, что сейчас пользуется очень большой популярностью в Китае. Мы проводили такие онлайн-мероприятия, на которых российские компании-экспортеры имели возможность представить и свои компании, и ту продукцию, которую они либо уже начинают поставлять в Китай и хотят найти на большее количество контрагентов и партнеров, или только планируют расширить свой бизнес за счет экспорта своей продукции в Китай. Такие мероприятия позволяют непосредственно найти партнеров, на начальном этапе провести, помимо презентации, провести общение, онлайн-общение с потенциальными китайскими партнерами тет-а-тет, для того, чтобы обсудить какие-то базовые вопросы о возможностях сотрудничества, обменяться контактами и затем начать уже живое общение и взаимодействие по заключению каких-то договоров. Также хочу отметить, что одной из интересных функций нашей платформы является и возможность участия в реальных живых ярмарках или выставках. Например, CCB Match Platform активно сотрудничает с одной из крупнейших в Азии ярмарок, как Кантонская ярмарка. Возможность у платформы есть организовать виртуальный стенд вашей компании, где вы можете представить ваши предложения для китайского рынка. И, наконец, организовать такой виртуальный стенд на платформе, который будет, безусловно, дешевле любого живого стенда, который не потребует от вас выходить из дома и с минимальными затратами получить практически тот же самый эффект, как участие в живой и реальной выставке. И, наконец, что еще важно. Платформа время от времени представляет какие-то тематические разделы. В нашем случае важно ответить, например, такой раздел, как «Один пояс, один путь». Как известно, есть такая программа на государственном уровне в Китае по развитию и постановлению шелкового пути. И по этому пути есть возможность обсуждать и получать информацию об услугах транспортировки, железнодорожного транспорта, об услугах, которые предлагают компании из городов и провинций Китая, находящихся на этом пути. В этой же связи важно отметить и такую программу, как «Экспресс китайские железные дороги». Если у вас, в вашей компании есть интерес в получении услуг железнодорожного транспорта, то как раз к этой тематике подключаются компании, предоставляющие соответствующие услуги. Услуги транспортировки, логистики, хранения и другие тематические услуги в Китае. Что позволит вам организовать ваш бизнес во всех его нюансах с китайской стороной? Может быть, немаловажно отметить и такой раздел, как «Медицинская продукция». Фактически мы начали, наверное, год назад презентовать нашу платформу на российском рынке именно с этой тематики, потому что на тот момент в России не хватало элементарной продукции для защиты от пандемии – масок, костюмов и так далее. И как раз платформа стала той базой, на которой российские компании, заинтересованные в поставках этой продукции из Китая, могли найти для себя китайских поставщиков. И, собственно, с этого старт платформы в России и начался. Вот в общих чертах то, что я хотел рассказать про нашу платформу. Хочу еще отметить и, собственно, такие классические вещи, которые предлагает наш банк компаниям, которые работают с Китаем или которые планируют работать с Китаем. Это открытие и ведение счетов в различных валютах, в том числе в китайских юанях. Это и осуществление расчетов с Китаем, благодаря тому, что, естественно, мы являемся китайским банком, и у нас есть доступ к расчетной сети нашего головного офиса. Расчеты, которые осуществляются через наш банк с китайской стороной, осуществляются очень быстро. И это позволяет эффективно и с точки зрения времени, и с точки зрения затрат содействовать в работе российских компаний с китайской стороной. В заключении хочу отметить, что если у вас есть интерес или есть вопросы в отношении умной платформы, которую мы сегодня представили, будем рады ответить на ваши вопросы, представить дополнительную информацию и помочь вам в подключении к этой платформе. Спасибо. Спасибо большое. У нас еще одно выступление от банка запланировано по инструментам торгового финансирования, которые, наверное, больше всего интересуют наших коллег. Поэтому, пожалуйста, Антон Александров, выступите, пожалуйста. Да, добрый день, коллеги. Можно попросить сразу поставить мою презентацию и отчелкать на четвертый слайд по возможности. Спасибо большое. Спасибо всем за приглашение, за эту возможность. Очень приятно участвовать здесь. Продукт, о котором я буду говорить, это торговое финансирование. Это не такой инновационный продукт, как тот, о котором рассказывал Дмитрий, но, по сути, этот продукт может быть логичным продолжением. То есть, когда в этой платформе вы нашли своего контрагента, покупателя или продавца, вам надо теперь будет с ним договориться о каких-то условиях, условиях поставки, условиях расчетов. И, собственно, об этом как раз торговое финансирование. На этом слайде я хотел бы обратить ваше внимание, что, как уже сказали мои коллеги, когда банк представлен более чем в 25 странах через свои филиалы или дочерние банки. Корреспондентская сеть банка – более полутора тысяч банков-контрагентов, более чем в 140 странах. И сеть локальная в Китае – более чем 15 тысяч офисов. По сути, это дает уникальную возможность клиентам банка, в том числе клиентам ССБ России, которые являются частью группы, пользоваться всей этой сетью и в китайских отделениях, и сетью банков-корреспондентов. Соответственно, любой наш клиент получает уникальную возможность очень качественно, быстро рассчитаться со своими контрагентами с использованием нашей сети или сети банков-контрагентов. Можно попросить переключить наш шестой слайд через один. Не будем уходить в детали, да, и что мы представляем из себя здесь в России. Про продукты. Соответственно, что такое продукты торгового финансирования? По большому счету, продукты торгового финансирования – это обязательство, плюс, возможно, дополнительное финансирование, которое банки дают своим клиентам, участникам внешнеторговых контрактов, для того, чтобы стороны смогли договориться о максимально выгодных условиях поставки и оплаты. В нашем случае, когда мы говорим про торговое финансирование, мы говорим, кстати, не только о внешнеторговом финансировании, но в том числе и в внутрироссийском финансировании, то есть финансировании договоров купли-продажи внутри России. Переключите на следующий слайд, пожалуйста. По сути, банк является универсальным с точки зрения продуктов, предлагает все возможные инструменты документарные, такие как документарные аккредитивы, банковские гарантии, кредиты для финансирования торговли. Но если говорить про наши преимущества, то, естественно, основное преимущество – это наша сеть, сеть банков-партнеров. Соответственно, заключаясь с нашим клиентом, если вы компания-импортер, которая закупает что-то, в том числе в Китае, вы получаете доступ к уникальной возможности, доступ к крупнейшему рынку товаров и оборудований в Китае. Если вы компания-экспортер, то вы получаете доступ к крупнейшему рынку сбыта в Китае. Соответственно, если у вас возникает потребность в финансировании или в отсрочке, также, пользуясь продуктами торгового финансирования, вы можете получить такую отсрочку или получить финансирование сразу же после поставки. Но об этом сейчас чуть детальнее дальше. Можно на следующий слайд попросить. Документарные аккредитивы. Мы как универсальный банк предлагаем нашим клиентам и импортные, и экспортные аккредитивы. Соответственно, по импортным аккредитивам возможно либо просто исполнение этих аккредитивов с добавлением подтверждения, либо же также возможно предоставлять финансирование в виде постфинансирования немедленных аккредитивов с немедленной оплатой или дисконтирования аккредитивов со срочкой платежа. Если говорить более детально про аккредитивы и пытаться понять, что это такое, то по большому счету аккредитив — это обязательство, которое выдает банкомитент, то есть тот банк, который выпускает аккредитив, платить по нему в случае, если предъявлены документы в соответствии с теми условиями, которые вы обговорили в вашем контакте, и они зафиксированы в самом тексте аккредитива. Если не хватает обязательства банкомитента, аккредитив может быть подтвержден. Таким образом, у бенефициара, у получателя этого аккредитива будет двойное обязательство — обязательство и банкомитента, и обязательство подтверждающего банка платить по этому аккредитиву в случае, если документы соответствуют. Таким образом, бенефициар, получатель аккредитива, он практически минимизирует свой риск неоплаты, И таким образом вы, как компания-импортер, покупатель, получаете уникальную возможность договориться с вашим поставщиком о тех условиях, которые вам нужны. То есть как минимум уйти от стопроцентного или частичного авансового платежа, как максимально широко расширить рамки платежа по аккредитию. Если вы компания-импортер и в вашу пользу выпускают аккредитивы, допустим, с отрочкой платежа, против которых предполагается, что вы должны были бы получить оплату через 180 дней или 360 дней после поставки обществления документов, то мы можем предоставить вам дисконтирование и оплатить сумму документов сразу, незамедлительно после предоставления документов. А соответственно уже дальше будем ждать вмещения и расчетов с тем банком, который этот аккредитив выпустил. Как я уже сказал, в том числе мы работаем и в России с внутрироссийскими аккредитивами в рублях. Если говорить про расчеты с Китаем, то соответственно здесь мы можем говорить про аккредитивы в любой валюте, в том числе в долларах, юанях и так далее. Можно, пожалуйста, переключить на следующий слайд. Здесь указано преимущество аккредитива для экспортера и для импортера, но на самом деле преимущество аккредитива можно выразить в одной фразе. Это золотая середина. Аккредитив для импортера позволяет минимизировать или уйти полностью от авансового платежа, а аккредитив для получателя, для поставщика прекрасен тем, что он, как я уже сказал, минимизирует полностью риск неоплаты. Если можно, на двенадцатый слайд переключить, на банковские гарантии. Банковские гарантии – это, по сути, тоже обязательство банка платить, но уже не против представления документов, а против представления требования. Таким образом, получатель банковской гарантии минимизирует свои риски того, что он выполнит какие-то условия контракта. Или поставит товар и не получит оплату. Можно на следующий слайд? В нашем случае также, как мы, как универсальный банк, представляем полный список возможных гарантий. Это и гарантии платежа, исполнение контракта, возврата авансовых платежей, тендерные гарантии, в том числе тендеры по госзакупкам. Мы выпускаем гарантии в пользу таможенных органов, в пользу налоговых органов. Это акцизные гарантии, гарантии возврата налоговых, возврата возмещения НДС. И в том числе мы выпускаем такой, в настоящее время вид, не очень распространенный гарантий, как резервные аккредитивы. По сути, это гарантии в форме документарного аккредитива. По большому счету, уникальность гарантии, она аналогична уникальности документарных аккредитивов. Это продукт, который позволяет вам найти те условия, которые будут устраивать одну и другую сторону. При этом банкские гарантии, они безотзывные и гарантируют возможность получателю такой гарантии максимально расслабиться и осуществлять свои работы или поставки, не думая о том, что другая сторона ему, соответственно, не реализует платеж. И таким образом, другая сторона имеет возможность договариваться о лучшей цене, либо о большей отсрочке и так далее. На следующем слайде у нас есть лимиты, которые мы имеем по гарантиям в пользу таможенных органов. Это общий размер, совокупный лимит на выпуск таможенных гарантий и максимальную сумму по одной гарантии. Эта презентация, насколько я понимаю, будет разослана всем членам, участникам данной конференции, поэтому вы сможете как бы это себе оставить информацию. В случае, если у вас есть какие-то дополнительные вопросы по этим продуктам, то либо сейчас, либо уже позже, чуть ниже, в самом конце, на последнем слайде есть мои контакты, контакты моих коллег. Пожалуйста, мы всегда рады ответить на любые возникшие вопросы. Спасибо. Спасибо большое, Антон. Вы знаете, вот, наверное, хорошая идея немножко поменять регламент и вот, как сказать, по свежим следам, чтобы вот если у наших гостей есть вопросы, чтобы вы сразу на них ответили. Можно, если есть вопросики, поднять руки вот в специальном приложении в Zoom? Если позволите, я вижу от Александра Абраменко есть вопрос про стоимость гарантии. И, к сожалению, вот прямо сейчас, наверное, сказать это невозможно, потому что, естественно, гарантия – это рисковый продукт. Здесь мы исходим, будем отталкиваться от финансового анализа компании, и для каждого клиента или для каждой группы клиентов стоимость гарантии, она будет своя. Поэтому, если у вас есть потребность, давайте обсудим это после. Я скажу, какие документы нам нужны будут для того, чтобы мы смогли оперативно ответить на ваш вопрос. Все-таки вилка какая там получается? Есть какие-то вилки или они без, так сказать, без каких-либо ограничений? Без ограничений вилки нет, поэтому лучше дополнительно, если позволите. Общие вопросы есть у нас, у кого есть системные, вот скажем, такие, которые бы интересовали всех? Вот вчера, значит, в ходе подготовки конференции пришел такой вопрос, вот мне кажется, он был бы всем интересен. Какие наиболее значимые запланированные проекты China Construction Bank Corporation запланирован на ближайшую среднесрочную перспективу? Какие-то проекты, которые вы будете сейчас поддерживать, финансировать? Коллеги, если позволите, я отвечу на этот вопрос, может быть, позволю себе двухуровнево ответить. С точки зрения проектов, скажем так, глобальных для развития российской экономики, я бы выделил Амурский ГПЗ, который сравнительно недавно был официально открыт с участием президента. Я думаю, вы все в курсе и слышали. И там наш банк выступает не только как один из ведущих кредиторов китайского транша, но как и агент по китайскому траншу. То есть достаточно такая значимая и большая роль и по вкладу в развитие такой современной отрасли российской экономики и с точки зрения сотрудничества экономического в целом между Россией и Китаем. На данный момент я по понятным причинам не могу раскрывать детали, так как сделки в процессе. У нас есть еще ряд подобных больших интересных проектов. Я уверен, по ним все будет хорошо и, может быть, до конца года вы о них тоже услышите. Но это такие глобальные вещи. С точки зрения локальных вещей мы, как я уже отметил в своем вступлении, сфокусированы на работе с компаниями малого-среднего бизнеса. Поэтому здесь у нас в ближайшее время обязательно будут мероприятия, которые мы будем проводить в формате онлайн, как раз на нашей платформе, с привлечением коллег из Банка Китая и с привлечением представителей ведущих компаний из Китая. Поэтому такие мероприятия у нас обязательно будут в течение ближайших месяцев. Для нас будет одновременно и огромной честью и радостью пригласить деловую Россию, Российско-Азиатский союз промышленных предпринимателей и как можно более широкое количество коллег, принять в них участие. Помимо этого мы два раза в год приглашаем российские компании принять участие во всемирно известной кантонской ярмарке. Это тоже такой очень важный для нас проект, в том числе и потому, что в организации проведения этой ярмарки CCB, как крупнейший банк Китая, играет достаточно важную роль. Поэтому у нас достаточно такие, как вы видите, серьезные планы, но я бы также всех призывал вне зависимости от каких-либо проектов в любое удобное время обращаться к нам, так как мы открыты для диалога и для обсуждения. И начиная от простых вопросов, как работать с Китаем, заканчивая уже использованием нашего продвинутого инструментария, мы всегда будем рады для общения. Спасибо, спасибо большое. Я думаю, если вопросы еще возникнут, у нас останется время, мы вернемся к вопросам чуть попозже. Сейчас я хотел бы предоставить слово представителю провинции Шэнси в РФ Марк Пен. Здравствуйте, уважаемые данные и господа. Очень рад сегодня присутствовать на этом вебинаре. К сожалению, сегодня не может присутствовать представитель Китайской народной республики от лица народного правительства провинции Шэнси, господин Ли. Поэтому вместо него краткий экскурс расскажу я. Янлинская зона последние годы действительно очень много работает с российскими компаниями, с российскими общественными организациями. Например, с Делой России. Янлинская зона работает уже более трех лет. Мы ежегодно на янлинскую ярмарку выезжаем, представляем российские компании с российскими продуктами. И действительно, янлинская зона уделяет большое внимание в сотрудничестве с Россией. И хочу также отметить, что с 2019 года открыто в янлинской зоне филиал Деловой России. Поэтому сейчас попрошу включить ролик в презентацию. Продолжение следует... Дорига, у нас, если что, ничего не происходит. У нас проблемы с презентацией. Продолжение следует... У нас будет презентация. Получится или мы пойдем дальше? Все, получилось. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Найти на своем рабочем столе презентацию не в видеоформате, а уже в более простом виде. Но пока еще эту презентацию, позвольте я тогда кратко расскажу. Янлинская зона была учреждена еще 50 лет тому назад. Это первая показательная агропромышленная зона с доступом к складу таможенного хранения, со специальным топливом. Я думаю, коллегам не нужно долго объяснять, что это. Это такие условия, как в любой зоне свободной торговли во всем мире. Товар заезжает на склад, и пока не покинет территорию склада, таможенные платежи, а также НДС и прочие таможенные сборы не подлежат уплате. Это, конечно, очень сильно помогает и упрощает процедуру таможенного оформления и в каком-то смысле сокращает издержки для бизнеса с точки зрения таможенных платежей и НДС. Я хочу сказать, что благодаря этой таможенной преференции многие наши российские компании уже работают с Янлинской зоной и воспользовались этой политикой преференции именно для России. А также хочу отметить, что с 2020 года на территории Янлинской зоны была учреждена база агропромышленного и сельскохозяйственного сотрудничества в рамках ШОС, Шанхайской организации сотрудничества. В рамках этой базы ШОС, Янлинская зона совместно с Оркомитетом ШОС ежегодно проводит различные семинары, вебинары и лекции в сфере агропромышленного сотрудничества и в сфере торговли и продовольствия. Если вы позвольте, я сейчас включу маленькую презентацию попов по Янлинской зоне. Прошу предоставить доступ к демонстрации. Спасибо. Как видим, эта Янлинская зона была учреждена 50 лет назад. Это была первая показательная зона агропромышленного сотрудничества. На сегодняшний день Янлинская зона уже получила обширное развитие. И эта промышленная зона укомплектована всеми необходимыми инструментами для экономического сотрудничества с зарубежными странами, в том числе и с Российской Федерацией. Как мы видим, руководство КНР уделяет Янлинской зоне большое внимание. И действительно, у Янлинской зоны свой режим администрирования. То есть Янлинская зона не подчиняется провинциальным властям, а подчиняется министерству напрямую. Также в этой Янлинской зоне на сегодняшний момент находится более 90 вузов. Работают более 20 академиков Китайской академии наук. И также трудится в этой Янлинской зоне более 7 тысяч специалистов в сфере сельского хозяйства. Это документ Китайского госсовета о том, что в Янлинской зоне с 1997 года создан специальный режим конференции для торговли сельсо-хозяйственными продуктами. Здесь представлены ряд крупных международных компаний, которые нашли свое место в Янлинской зоне. Сейчас там находится производство, заводы этих компаний. А также ряд фармацевтических компаний. Они тоже работают сейчас в Янлинской зоне. Здесь показано, где находится Янлинская зона, это провинция Шинси. Как вы видите, провинция Шинси находится в самом центре Китая. С точки зрения логистики, если использовать Янлинскую зону в качестве отправной точки, то расстояние до любой точки Китая абсолютно одинаковое. Что действительно дает Янлинской зоне определенные преимущества с точки зрения внутренней перевозки. А также хочу отметить, что с 2018 года Янлинская зона подключена к железнодорожной сети Китай-Европа. Это значит, что товары, отправленные из Европы и страны ЕС, могут напрямую прибыть в Янлинскую зону. И также в обратном порядке это работает тоже исправно. Добро пожаловать в Янлинскую зону. Спасибо. Если будут вопросы, готов на них ответить. Спасибо большое, господин Марк Пен. Несмотря на то, что сначала у нас что-то не задалось с презентацией, в целом презентация получилась достаточно интересной. Далее я с большим удовольствием хотел бы предоставить слово своему коллеге, бизнес-послу деловой России в провинции Шинси и городе Шанхай, Бацеву Сергею Викторовичу. Сергей Викторович, вы здесь? Да, здесь подключаюсь. Это, наверное, выключи пока. Сейчас я с вашего позволения просто помещаю. Здравствуйте, уважаемые коллеги, дорогие друзья. Было много сегодня что-то сказанного, интересного, нужного. Я хотел бы сразу пройтись по нюансам, по мелочам, по деталям, которые мы никогда не берем во внимание во время таких мероприятий. Как работать с Китаем, да? Любое конкурентное преимущество любого производителя, сейчас берем российских товаров, это возможность его экспортирования. Соответственно, владение валютной выручкой. Вот. В чем у нас все-таки есть плюсы и минусы работы друг с другом, да? Первое, что хотелось бы советовать во время взаимодействия с Китаем, это найти качественного себе партнера, да? Так как я бизнес-посол, я представляю того, кого качественного компаньона. Второе, это, конечно, поиск банковского инструмента. Сегодня нам представили Contractions Bank, самый крупный банк, да, один из крупнейших, четырех крупнейших банков Китая. Но все равно мы договорились, что есть куча нюансов при работе. Что не хватает нам, бизнесменам? Это четкая работа, да, как правило, в плане банковского контроля, потому что мы часто там бизнес всегда ищем там, где проще, да? Если просто, то мы работаем замечательно. Если сложно, то это уже сложно. Где бы я тут посоветовал? Любым бизнесменам открывать счета, кто работает с Китаем, только в ЮА, потому что банки-корреспонденты будут задерживать ваши деньги, и это будет мучиться очень долго. Поэтому для любого бизнеса, наверное, банк – это первое, что нужно отработать. Второе, в чем проблема возникает у нас при работе, если… Так как страна очень большая, К сожалению, до мной коллега сказал, что с Сен-Лины очень хорошо идут составы на Европу, но в обратную сторону их отправить невозможно. Мы сейчас боремся и боремся с этой ситуацией. Может быть, в июле пойдет первый состав, первый поезд вообще на Китай организованную. Это не громкие слова, это на самом деле проблема. На Китай сегодня можно отправить спокойно. Это может более-менее сделать легко, а только морем. Доставка получается около 45 дней, а иногда 50 дней. С ковидом сухопутный транспорт практически рестал, только есть лазейки у некоторых компаний. В общем, одним словом, отправить из Сен-Лина состав в Европу, это займет 13-15 дней. Если мы попробуем сделать это в обратную сторону, то возникают большие трудности. Я уверен, что практически любой средний бизнесмен, если мы не берем крупнейших, кто давно сидит на рынке, у него будут трудности с отправкой. Что хотелось бы вообще посоветовать при заключении, при выборе банка, при работе с банком? Еще раз скажу. Любой китайский банк на территории Китая работает совсем по-другому, нежели он работает на российской территории. Потому что он работает по российским законодательствам. Проблемы с валютным контролем возникают у многих, надо это учитывать. То есть пробовать все надо. Заключение банковских контрактов, потому что, опять же, многие коллеги наши, они очень неповоротливые, и чтобы заключить контракт, привезти его в банки, занимает очень много времени. Ну, третье, что бизнесу не хватает, я хочу подчеркнуть, это, конечно, финансы. В счет того, что страна очень большая, на Китае товар идет долго, конечно, не хватает такого инструмента, как факторинг. Это быстрый возврат денег. Да, конечно, отработаны там другие рычаги. Есть такие, как кредиты, как этот банковский инструмент. Ну, сейчас не суть. А быстрых денег, как факторинг для среднего и мелкого бизнеса, конечно, вообще ни один банк не смотрит. Если бы возможно было так предложить, конечно, банку констракшн отработать, аккредитовать какие-то компании и настроить факторинг международный, то, что пытается сделать Сбербанк, в свою очередь, но пока ни у кого не получается, да. Это было замечательно, потому что одно дело торговать, извините, там нефтью-газом, когда у тебя контракты, да, и тебе понятно все, как пропускать деньги, как их заводить в Россию, как их выводить. А когда это средний и, ну, средний бизнес, давайте так скажем, то трудности возникают уже другие, потому что, к сожалению, как есть на самом деле, мы не можем похвастаться, что мы выпускаем айфоны, еще что-то, у нас есть ряд успешных проектов, да, в Российской Федерации, но мы не берем недропользование газ, лес, нефть, там, руду, мы не берем этот сегмент, мы берем сегмент только производства, то проблема от точки входа в Китай. Я еще раз повторюсь, для этого нужно найти а партнера, то, что сейчас предложил банк констракшн, каждый, наверное, собственник бизнеса должен сам искать этого партнера. Второе инструмент – это банковский инструмент, потому что зачастую деньги, особенно евро, доллары, они могут зависать на банках с корреспондентами очень долго. Это проблема. Нам часто жалуются, звонят, многие спрашивают совета, мы недавно разбирались тоже, целую неделю, где деньги потерялись, отправили 200 тысяч евро, это регулярно, регулярно, регулярно. Совет переходить, если вы работаете с Китаем только на юане, однозначно. Ну, это долгий, тернистый путь. Желаю вам всем, кто занимается бизнесом, кто хочет открыть для себя Китай, пройти его, но тот, кто получил точку входа и выстроил работу, поверьте, эта точка работает. Удачи всем. Спасибо большое. Спасибо большое, Сергей Викторович. Спасибо. Я сейчас тоже хотел бы немножко выступить, так как следующее наступление идет мое, по таймингу, да, в качестве не модератора, а в качестве тоже бизнес-посла Деловой России. Я объявляюсь бизнес-послом Деловой России в провинциях Хэлунзиан, Гуандун и в городе Пекин. Компания, которую я представляю, в данном направлении, является компанией РЭМ Логистик. РЭМ Логистик занимается... В первую очередь, конечно, это перевозка и доставка товаров из Китая, преимущественно прямыми поездами железнодорожными в 40-футовых контейнерах. Все знаете, кто работает с Китаем, все знаете как раз направление из Китая в Россию, да, с тем, какие сложности, вот, все компании, по сути, сталкивались, с какими сложностями, да, с постоянными переносами. Ну, вот я скажу, что мы, в принципе, эти вопросы все решаем практически. Наши клиенты уезжают вовремя, ну, иногда были, конечно, в самое сложное время были небольшие задержки, но мы умеем это сделать так, чтобы они были... Если есть задержки, то они чтобы были минимальными. Поэтому welcome. Если есть вопросы с этим, прошу обращаться. Также мы имеем штат собственных представителей на территории Китая, в Гуандуне, например, да, что умеем, что люди, что люди делают. Как подбор поставщиков, так и удаленную приемку. Сейчас вот очень часто востребовано люди проводим, ну, наши представители проводят. Также сопровождаем контракт. Также мы являемся, аэром-ложистик является таможенным представителем, работаем как на сухопутном направлении, так и на авиаузлах, да. Вот из нового китайские наши друзья в ближайшее время вот как раз нам обратились, запускают самолет Харбин Шерементьева. Два раза в неделю будут летать грузовые. Обещают хорошие ставки, поэтому если будут вопросы, связанные с логистикой, пожалуйста, обращайтесь. Всегда рад помочь, всегда рад, скажем так, поработать совместно в этом направлении. Вот. Спасибо большое за внимание к моему выступлению. Если что, контакты все мои есть, как в Беловой России, так если нужно, мы, конечно, отправим эти контакты. Александр, Есть предложение, все-таки попробовать запустить видеоколлег. Видеоколлег какое? Видеоколлег, которое было? Перед этим не получилось? Да, хорошо, давайте видеоколлег, а потом у нас еще несколько презентаций. Спасибо. 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 Ян Лин Первая показательная промышленная зона высоких и новых сельскохозяйственных технологий государственного уровня, созданная в Китае. Лидер в области сельскохозяйственных научно-технических инноваций на протяжении более 20 лет. Единственный район свободной торговли с ярко выраженной сельскохозяйственной спецификой в Китае. Экспериментальное поле комплексных реформ и всесторонние открытости Китая. Ян Лин расположен в центре равнины Гуанчжун в провинции Шэньси. Находится в большом получасовом экономическом кругу Сиани. Здесь находится колыбель развития земледельческой цивилизации Китая. Первый чиновник по земледелию Китая Хоу Цзи обучал народ земледелию и разведению пяти видов хлебных злаков. Это самое раннее упоминание о деятельности в сфере агрономического образования и продвижения в истории сельского хозяйства Китая. Здесь расположен известный в Китае и за рубежом агротехнический город. Имеет свыше 70 дисциплин, более 7000 научно-образовательных талантов в области сельского хозяйства. Один из районов с наибольшей концентрацией ключевых инновационных факторов, технологий, талантов и информации в области сельского, лесного и водного хозяйства внутри страны и за рубежом. Янлин имеет крайне уникальную систему управления. 22 министерства, ведомства и правительства провинции Шэнси осуществляют совместное строительство и управление. Обладает несравненным преимуществом в области оптимизации и интеграции центральных и местных ресурсов. На Янлин возложена важная государственная миссия. Фокус на показательной зоне, стимуляция развития засушливых районов и оказания услуг по всей стране. Созданы более 300 научно-технических показательно-популяризационных баз сельскохозяйственной науки и техники по всей стране. Площадь годового показательного внедрения достигает 90 миллионов мул. Эффект внедрения достигает 23 миллиардов юаней. Миллионы крестьян избегли выгоду из этого. Ярко выражена специфика промышленного развития Янлина. Сформированы 8 ведущих отраслей промышленности, которые охватывают сельское хозяйство с применением искусственного интеллекта, биофармацевтику, производство сельскохозяйственной техники, переработку продуктов питания, защиту сельскохозяйственных ресурсов, агротуризм, индустрию услуг, в области сельскохозяйственной науки и техники. Янлинская сельскохозяйственная ярмарка высоких технологий, торжественное Олимпийское собрание сельскохозяйственных научно-технических кругов аккредитована Всемирной ассоциацией выставочной индустрии. Ценность бренда занимает первое место среди сельскохозяйственных региональных брендов в Китае. Посредством открытой внешнему миру платформы экспериментальной зоны свободной торговли в настоящее время Янлин прилагает усилия в создании Центра международного сотрудничества в области современного сельского хозяйства в рамках инициативы «Один пояс, один путь». На данный момент установлены отношения сотрудничества более чем с 60 странами и регионами. Созданы 13 платформ международного сельскохозяйственного сотрудничества, активно устанавливается сотрудничество и осуществляется обмен опытом. Согласно третьему утверждению Госсовета от октября 2018 года, строительство направлено на преобразование Янлинской показательной зоны в ключевую зону продвижения сельскохозяйственных научно-технических инноваций в засушливых и полузасушливых регионах, показательную зону, которая возглавит специфическое современное сельскохозяйственное развитие и возрождение сел и деревень в новую эпоху и зону скопления инноваций, талантов и промышленности современного сельского хозяйства с международным влиянием. 14 июня 2019 года на 19 заседании Совета глав государств членов ШОС председатель КНР Си Цзиньпинь отметил, что Китай готов создать показательную базу агротехнического обмена и подготовки ШОС в Шанхае. Оправдать ожидания, выполнить миссию Янлин старается предоставить первоклассное обслуживание, чтобы создать мировую первоклассную правовую коммерческую среду с наименьшими формальностями, простейшей процедурой, высокой оперативностью и лучшим уровнем обслуживания. Агротехнический город Китая – национальная показательно-популяризационная платформа, мировой узел сельскохозяйственного сотрудничества и обмена. Янлинская показательная зона приветствует вас! Спасибо большое! Посмотрели презентацию, да, действительно, конечно, это впечатляет темпы развития Китая. Я хочу следующее выступление предоставить слово генеральному директору Ладила Юлии Малозюмовой. Юлия Малозюмова, Юлия, вы здесь? Да, добрый день всем! Здравствуйте! Рада приветствовать! Такое замечательное мероприятие сегодня, очень плодотворное, как мне кажется, по Китаю, очень много полезной информации. И мы с Китаем работаем уже более шести лет, занимаемся как раз выстраиванием делового и торгового сотрудничества между российскими и китайскими предприятиями. Мы проехались по очень многим городам Китая, по свободным зонам, зонам развития. В Янлине тоже мы были, все это действительно впечатляет. И я хотела бы сегодня дать немножко такую обзорную информацию о подобных зонах развития в Китае, о том, как с ними взаимодействовать, что полезного можно получить, а что нужно учитывать. Можно следующий слайд? Ну, для понимания, вообще в мире существует порядка пяти, ну, почти шесть тысяч свободных экономических зон. Сюда и входят и зоны развития, это такие специальные, вот как вы видели, пример Янлина, значит, структуры, которые предоставляют всевозможные льготные политики, условия для развития бизнеса. И почти половина из этих свободных экономических зон сегодня находится в Китае. Это порядка двух с половиной тысяч, то есть это очень большое количество. Ну и, конечно же, благодаря этим зонам происходит большая интеграция Китая в мировую торговлю. Вообще первые появились в 1982 году. И по мнению многих экономических экспертов, именно вот такой формат, который существует в Китае, он дал тот самый бурный рост экономике Китая. Потому что на долю таких структур и тех организаций, которые являются резидентами этих свободных зон, приходится минимум одна треть экспорта и импорта в Китае. То есть это очень существенные участники международной торговли в Китае. Следующий слайд. Особенности такие существуют у этих зон. То есть, как было отмечено, они, как правило, имеют автономию от центральных властей в части решения вопросов по предприятиям, по определенным льготам, политикам, по взаимодействию с бизнесом. Здесь нужно отметить, что в Китае немножко по-другому строится бюджетная система наполнения таких вот структур. То есть если у нас большая часть идет накопление в федеральной части, потом это распределяется в регионах, то в Китае немножко по-другому, там большая часть ресурсов, которые вкладываются в экономику, они сосредоточены в региональных бюджетах. И в этой части как раз-таки и зоны развития имеют определенные возможности и преференции для самостоятельного принятия решений. Конечно же, изначально они создавались для того, чтобы привлекать иностранные инвестиции. Сегодня это там четверть, наверное, из тех инвестиций, которые делаются в рамках этих зон. Это действительно иностранные. Но, тем не менее, у этих зон есть свои самостоятельные ресурсы, фонды, которые они формируют для того, чтобы поддерживать и финансировать, в том числе инвестировать в тот бизнес, который развивается и локализуется внутри этих зон. Конечно же, главный приоритет изначально у этих зон, это была промышленность. То есть все, что связано с производством физической добавленной стоимости. Но за последние годы появляются другие форматы, упрощаются режимы доступа для иностранного бизнеса и к сферам услуг, специальных, профессиональных услуг. Поэтому только промышленностью эти зоны не ограничиваются. Там может быть и торговля, и услуги, и другие виды деятельности. Ну, конечно, больше льгот и политика не достаются по-прежнему промышленности. Эти зоны являются еще интеграторами в региональную экономику. То есть у них есть система взаимосвязей между собой, между провинциями. А также они являются интеграторами и проводниками в мировую экономику. То есть фактически, становясь резидентом таких зон, бизнес получает облегченный доступ в те торговые цепочки, которые сложились у Китая с другими странами. Что тоже нужно учитывать. Ну и еще особенность. Несмотря на то, что Китай все-таки это плановое с одной стороны хозяйство, но это с элементами рыночной экономики. И эти зоны обладают определенной гибкостью в плане регулирования своей политики поддержки и принятия решений в зависимости от рыночной экономической ситуации. Следующий слайд. Хочу отметить ряд налоговых льгот и прочих разных преференций, которые получают резиденты зон. Почему я, собственно, и говорю о локализации? Потому что для того, чтобы зайти и иметь доступ на рынок Китая в качестве экспортера, конечно же, присутствуют определенные барьеры, поскольку у Китая, несмотря на то, что это там большая экономика, очень привлекательный рынок, но у них есть свои ограничительные барьеры и определенные правила, которые регулируют их внутренний рынок для того, чтобы защищать, в том числе, и своих местных игроков. Поэтому самый простой способ для ряда товаров и оборудования, например, там сложно технологического, в первую очередь, это иметь определенную локализацию на территории Китая, ну, которую они в том числе подпитывают и всевозможными льготами. Там самый базовый, который есть, конечно, и у наших российских зон, это все, что касается налоговых преференций, которые по годам стимулируются. Но при этом есть еще специальные субсидии или гранты, которые во всевозможном развитии там и разнообразии стимулируют как экспортно-импортную деятельность, так и деятельность по развитию каких-то технологий, по выводу торговых марок и много чего еще. И суммы это достаточно ощутимые, если смотреть в разрезе одного проекта. Ну и, конечно же, они стимулируют привлечение высоконаучного персонала, высококвалифицированного. Все здесь присутствует в рамках этих зон. Следующий слайд. Вот еще немножко хочу сакцентировать на том, что какие виды разнообразия, вот вы можете прочитать здесь, за каждый патент, за создание совместной компании между, допустим, российско-китайской, за то, что вы создаете бренд, который становится известный по миру, экономические стимулы, субсидии для общей реализации политик госплана, которые есть, например, на очищение воды, снижение выбросов, энергоснабжения. То есть, если вы работаете в этих направлениях, то для них предусмотрены еще определенные льготы и субсидии. То есть, буквально недавно смотрела документ, одной из зон по политике стимулирования. Там порядка ста страниц, в которых подробнейшим образом расписаны всевозможные выплаты, которые для нас являются несколько, может быть, экзотическими, потому что у нас таких точно нет. Но практически любое действие, которое направлено на развитие экономики, на развитие технологий в Китае, стимулируется достаточно ощутимыми суммами и средствами. Ну и, конечно же, стимулируется не только конкретное предприятие, которое становится резидентом и реализует, но и также многие участники и этой цепочки, которые помогают в реализации этого взаимодействия и восстановлении этой компании. Это тоже есть такой маленький нюанс. Следующий слайд. Хочу отметить такой важный фактор, вот как раз про политику ограничения и защиты своего рынка. То есть, в Китае не все иностранные компании могут заниматься всеми видами деятельности достаточно свободно. То есть, есть, ну там, например, обычная торговля, конечно, там свободно открывается со стопроцентным иностранным участием, и здесь нет ограничений, но есть виды деятельности, например, как медицина, услуги, ну и любое взаимодействие с социумом. Это касается больше там услуг, телевещания и там кино, которое активно сейчас в Китае развивается, там студии, киностудии строятся по всему Китаю. Конечно, здесь есть определенные ограничения. Ограничение заключается не в том, что нельзя заниматься этой деятельностью, эта деятельность стимулируется, на самом деле, тоже к привлечению иностранного участия, потому что любое новое, новый участник, любая новая информация с мира – это вклад в развитие того, что уже существует в Китае. Но это призывает, что эта деятельность должна быть сделана только с участием китайской стороны. Там зачастую это либо контрольный пакет, либо участие в руководстве таких компаний. То есть эти нюансы тоже нужно учитывать, когда вы планируете, каким видом деятельности или какой вид товара или услуги вы хотите экспортировать на рынок Китая. Ну вот еще несколько ограничений. Понятно, что это все, что касается природных ресурсов, общественного транспорта, то есть все, что связано с безопасностью людей. Там, конечно же, присутствует, что Китай считается одной из таких самых безопасных стран с точки зрения людей. Много у них для этого нормы законов. Естественно, что любые даже иностранные компании, которые какую-то деятельность в этой части реализуют на территорию Китая, они тоже подчиняются определенным правилам и ограничениям. Следующий слайд. Ну, это просто для понимания. Я хотела погрузить вас в экономическую, в налоговую систему Китая, потому что элемент локализации предусматривает определенную выплату налогов. Хотя у нас есть с Россией подписано соглашение о избежании двойного налоговложения. Но просто общий порядок налогов. Есть базовые, которые на самом деле очень похожи в своей структуре на наши российские виды налогов. Но если мы внимательно посмотрим, то они тем не менее ниже. То есть начиная с того же НДС, который максимально 13%, минимально 6% в зависимости от видов деятельности. Там налог на прибыль, там, например, зарплатные налоги, они начинаются только в случае, если доход сотрудника свыше 5000 юаней, например, на 50 тысяч рублей. То есть есть всевозможные отличия, которые все-таки, если сравнивать совокупно, то налоговая нагрузка в Китае на бизнес, она меньше, чем в России, если сравнивать прямо по налогам. Но есть экзотические налоги, которые как раз-таки вводятся в том числе и для того, чтобы так или иначе ограничивать. Например, вот из недавних налог на недоеденную еду. То есть Китай активно импортирует всевозможную продукцию для производства пищевых продуктов, но тем не менее возникает вот такой элемент, что недоедают там из своих традиций. И вот они ввели для того, чтобы, опять же, экономически здесь стимулировать экономию потребления, опять же, направленную на развитие страны, вот вводят какой-то вот такой налог, который точечно регулирует тот или иной вид деятельности. То есть такие налоги тоже присутствуют. Ну и последний слайд. Хочу сказать о том, что мы как раз специализируемся на том, чтобы взаимодействовать, делокализовывать предложения, переговоры с такими зонами, потому что эти зоны, их очень много в Китае, они имеют, безусловно, общую направленность, которая всецело по Китаю стимулируется. Есть отраслевые на приоритеты, как вот, например, у Янлинской зоны, но сельскохозяйственные зоны есть и в других частях Китая, конечно, но Янлинская, безусловно, одна из старейших сельскохозяйственных зон. Мы работаем в большей степени с центральным Китаем, поскольку там видим в нем перспективу, но также мы работаем и с севером, и с югом Китая в разных локациях, в разных отраслевых тематиках. То есть при выборе места, точки, локации или взаимодействия с той или иной свободной экономической зоной, конечно, здесь нужно учитывать первую отраслевую особенность, вторую логистическую, потому что с логистикой действительно в Китае, с точки зрения того, чтобы экспортировать товар из России в Китай, не так везде все просто. Если там по пути исследования шелкового пути, то это может быть проще, но то, что касается отпетления, то здесь впрямую из России туда доставить будет сложно без локализации, без склада или партнера на территории Китая. И нужно учитывать еще такой фактор для того, чтобы разговаривать со стой свободной экономической зоной о тех или иных льготах для своего бизнеса на территории Китая. Важно понимать, насколько ваш бизнес, эти возможные льготы от развития этого бизнеса там принесут пользу экономике, потому что свободные экономические зоны, они управляются теми же чиновниками в Китае, и, соответственно, для них ключевой показатель является это там налоги, которые впоследствии будут уплачены. Поэтому, если вы идете в большой город, который кажется привлекательным, допустим, в Шанхае, то доля вашего бизнеса там и влияние ее на экономику этого города может быть значительно меньше, чем, например, если вы идете в какой-то провинциальный город. Поэтому все эти нюансы нужно учитывать. Бизнес с Китаем стоит делать, безусловно, поскольку он к себе несет очень много возможностей, в том числе внутренних возможностей Китая, наработанных ими торговых связей и отношений, которые, конечно же, нужно использовать на благо развития своего бизнеса. Спасибо большое. Юлия, спасибо большое. Очень интересная у вас была презентация. Я думаю, что очень полезно многим здесь присутствующим, и не только здесь присутствующим. Нам нужно двигаться дальше. Я вижу, появились вопросы, но я предлагаю все-таки вопросы сместить после того, как мы дадим всем заявившимся спектрам возможность выступить. Сейчас я хочу предоставить слово председателю Саратовского регионального отделения деловой России Александру Абраменко. Тема выступления строительства высокоскоростной волоконно-оптической линии. Мы с Александром на эту тему уже общались. Я пытался помочь, но, к сожалению, у меня не получилось. Не нашел я, скажем, заинтересованных лиц. А сейчас сегодня действительно присутствует China Construction Bank. Возможно, это та история, которая случится. И дай бог, чтобы полезным был сегодняшний пройденный день. Пожалуйста. Так, это я включил сейчас. Секунду. Так, видно, да? Да, да, да. Видно, все нормально. Демонстрацию включите экрана только. Не видно презентацию. Или пускай презентацию включат. Ну, так лучше, да? Ну, вас видно все хорошо, презентации не видно. Секунду. Сейчас видно вот так вот. Презентации нету пока. Так, я включил. Все, вот сейчас, да, все есть. Все есть, да? Ну, отлично. Есть, есть. Ну, смотрите, я, как уже коллега сказал, что мы пытались совместно найти партнеров, но на самом деле на сегодняшний момент ситуация пока стоит на месте. Ну, я думаю, что, может быть, банк каким-то образом получит вот такую презентацию, и здесь она может заинтересовать. Почему? Потому что кто владеет информацией, тот владеет миром. А это, в общем-то, банковская тематика с поиском партнеров, которые занимаются непосредственно телекоммуникациями. Ну, в общем-то, оператор, построивший в Российской Федерации вот подобного рода супермагистралью, он, по сути, займет лидирующее место в цифровом мире и займет стратегически важное положение на рынке транзита и евразиатского трафика. В чем же проблема? Дело в том, что актуальность проекта обосновывается необходимостью для России и вообще для Евразии снизить зависимость от англо-американских дальнемагистральных операторов и занять стратегически важное положение на рынке транзита и евразиатского трафика. На сегодняшний момент стратегическое преимущество России – это, по сути, кратчайший путь из Европы в Азию и одновременно охват 11-часовых поясов. То есть оператор, контролирующий информацию, информационные потоки в Евразии, сможет оказывать влияние на Западную Европу, Азию и Ближний Восток. Как она будет примерно проходить? Вот на картинке здесь примерно показана вся трасса, и здесь она будет, собственно говоря… Проект, который будет, в общем-то, по своей сути, он будет уникальным. В чем его ценность? Ну, конечная, в общем-то, цель – это перетянуть на территорию Российской Федерации часть международного бизнеса по высокоскоростному и надежному транзиту и обработке данных. Дело в том, что сейчас все эти данные идут в обход России, и, собственно говоря, эта трасса получается гораздо длиннее. И в силу этого, то есть там происходят задержки на какие-то миллисекунды. Но это, по сути дела, влияет на… Ну, в нашем рынке какие-то доли секунды, они влияют на скорость принятия решения и являются очень важными на сегодняшний момент. Так вот, обеспечится такой сквозной транзит и контроль над евроазиатским трафиком с использованием новых технологий – это волновое мультиплексирование. Дальше цель – перераспределить потоки и контроль существующих евроазиатского трафика с территории США на территорию России и Азии. То есть вдоль этой супермагистрали будут, соответственно, строиться современные ЦОДы, которые на сегодняшний момент достаточно… в общем-то, их не хватает, потому что очень много данных у нас перекачивается на сегодняшний момент, и те линии связи, которые существуют на сегодняшний момент, они, в общем-то, не справляются по этапам, и что сегодня у нас уже существует. Проработан маршрут магистрали с учетом расположения ключевых инновационных центров и технопарков России для размещения оборудования. Ну и, в общем-то, по предварительному согласованию согласовано право прохода по заданному маршруту с владельцами инфраструктуры, находящейся на территории Российской Федерации. Ну, на сегодняшний момент параметрами этого проекта основные – это, в общем-то, потребность инвестиций, там порядка 500 миллионов долларов США, время строительства – это 30 месяцев, финансовые потоки начинаются, по сути, через 9 месяцев. Почему? Потому что уже часть работы выполнена, это 132 километров, и затрачены деньги порядка 700 миллионов рублей. Какие же есть у нас особенности? Вот прокладка волокон оптического кабеля – это 96 волокон в грунте, защищенном пластиковой трубе. То есть, в любом случае, это те супермагистрали, которые существуют на сегодняшний момент, они, по сути, идут по дну морей и океанов. Это очень дорогое удовольствие, на самом деле, и здесь, вот, по территории России будет проходить именно в грунте. Вот это выигрышное преимущество. В связи с этим это очень дешевое, так сказать, удовольствие по отношению к тех кабелей, которые идут по дну морскому. Но все основные системно-технические решения по строительству дальнемагистральной волос с учетом требований международных операторов и ООН в Минэкономсвязи, они, собственно говоря, решены. Ну, я еще раз подчеркну, что стоимость порядка 500 миллионов долларов. И, что самое интересное, это полная окупаемость в течение двух-трех лет с начала ввода магистрали в эксплуатацию. Здесь капитализация через год, по сути, после того, как начнет действовать полностью, капитализация, в общем-то, будет не менее 1 миллиарда рублей. Ну, собственно говоря, инициаторами и инвесторами проекта выступает группа физических лиц. Текущее финансирование осуществляется физическими лицами, текущими владельцами проекта. Ну, собственно говоря, необходимо этот проект, скажем так, развивать, двигаться и, собственно говоря, будет очень интересно. На самом деле, на сегодняшний момент у нас не существует подобного рода проектов. И, собственно, те операторы, которые существуют у нас на сегодняшний момент на территории Российской Федерации, они вовлечены в свои, погружены в свои собственные проблемы, которые они решают, ну, скажем так, урывками. А вот трансграничных каких-то магистралей на сегодняшний день нет. Поэтому проект очень интересный. Ну, я думаю, что, может быть, пообщаемся мы с банком. Может быть, они подскажут, куда, в каком направлении нам двигаться. Спасибо, коллеги. Спасибо большое, Александр. Очень интересно, как я уже сказал, дай бог, чтобы все у вас в этот вот получилось с таким интересным проектом. Следующее слово хочу предоставить Дмитрию Чухланцеву, генеральному директору компании «Термолазер», членам Генерального совета. Добрый день, уважаемые коллеги. Компания «Термолазер». Мы хотим сделать презентацию нашего проекта. Если можно, мы сейчас сделаем демонстрацию экрана. Подскажите, пожалуйста, видно ли? Да, отлично. Итак, компания «Термолазер» – это российские разработчики-производители лазерных источников и лазерных комплексов на их основе. Наша основная задача – это создание лазерных комплексов, которые обеспечивают лазерную модификацию поверхностей металлических и неметаллических изделий, придавая более высокие износостойкие свойства для использования их в различных, в том числе в агрессивных средах. Работаем мы практически со всеми промышленными предприятиями различных отраслей. Это и космическая индустрия, двигатель-строительная индустрия, авиационное машиностроение, вертолетное машиностроение, металлургические предприятия. Наша задача по развитию нашей компании заключается в том, что мы создаем лазерные инжиниринговые центры в России и за рубежом. В 2019 году мы вошли в десятку лучших международных компаний, среди которых были компании США, Израиля, Швеции. И вот из России мы были единственной компанией, кто встали в десятки лучших компаний по перспективности внедрения технологий в Китае. Наша задача – это создание лазерных инжиниринговых центров на территории Китая для обеспечения возможностей проведения работ по лазерной модификации таких изделий. То есть сделать это в виде джок-шоп с помощью использования нашего технологического оборудования. Мы можем выполнять задачи, связанные с лазерной закалкой, то есть то, что придает новые прочностные свойства изделиям и механизмам различных деталей. Мы можем делать лазерную модификацию поверхности в виде нанесения покрытия, в виде наплавки и в виде легирования. Мы предполагаем, что первым нашим центром, и о чем мы договорились с нашими китайскими партнерами, будет центр в Тунгуане, а второй центр будет в Ашане. Но вот, к сожалению, с февраля прошлого года мы не можем более подробно и предметно обсуждать с нашими коллегами, в том числе закрыт выезд пока из России в Китай и из Китая в Россию. Мы проводили сравнение существующих лазерных комплексов, в том числе одного из ведущих производителей в Китае, компания Hans Laser, которые оснащены источниками IPG, и показали возможности сравнения технологий, которые производит компания Thermalizer с китайскими аналогами. Мы выполнили несколько заказов. Данные заказы мы выполняли на территории России, на нашем производстве в городе Владимир. Китайские партнеры привозили нам эти изделия, после обработки мы отвозили их обратно. Понятно, что это долго, трудоемко по логистике, по времени, и поэтому наиболее оптимальной задачей будет задача создания таких центров на территории Китая, из которых будут первые два выделены в Тунгуане и в Ашане, как я уже сказал ранее. Мы осуществляем эти операции на запатентованных нами лазерных источниках, которые мы производим здесь, в России. И последующим шагом после создания вот такой сети лазерных центров может быть шаг локализации оборудования в Китае, то есть для производства уже самих основных крупноусловых деталей и осуществления сборки. Тем самым мы снизим нашу логистику и увеличим возможности работы такого предприятия. Мы заинтересованы в поиске партнера на территории Китая, партнер, с которым мы бы могли сделать либо вот такую сетевую структуру, либо партнер в каждом регионе. Почему мы выбрали первым базовым центром – это Донгуан? В первую очередь это технология предприятий, которые сосредоточены в области проведения и разработки штамповой оснастки, пресс-форм, инструментальной оснастки. Поэтому здесь основные наши потребители будут в части выполнения наших задач лазерной закалки для штампов, пресс-форм и для оснастки. Мы показываем наши возможности, рассказываем о преимуществах нашей технологии, причем не просто в виде презентационных материалов. Мы осуществляем эти работы и доказываем с нашими китайскими заказчиками на практике возможности применения лазерных технологий для повышения прочности и износа стойкости деталей и инструментов. В настоящее время у нас в линейке несколько технологических комплексов. Комплекс ЛК-5В – стационарный комплекс на базе газоразрядных лазеров. Комплекс ЛК-5В с индексом Т – это комплекс, который позволяет делать упрочнение внутрицилиндрических поверхностей длинными до 6 метров. То есть это может быть для гражданской тематики нефтесервисная индустрия. И мобильный роботизированный комплекс на передвижной платформе, который может на аккумуляторах преодолевать межсеховые пространства и подъезжать непосредственно к самой детали. Мы показываем преимущества нашей технологии в виде увеличения износа стойкости. При этом износа стойкости увеличивается от 2 и более раз. То есть детали стоят в 2 и более раз дольше. Тем самым мы экономим и создаем эффективность тем предприятиям, которые производят такие виды деталей. Резюмируя, хочу сказать, что мы заинтересованы в том, чтобы создать вот такую сетевую структуру с последующим возможным выходом на первичное размещение. Первые три таких центра могут выполнять задачи, связанные с лазерной модификацией поверхностей. А затем мы оснастим эти центры дополнительными устройствами, связанными уже с аддитивными технологиями. В том числе с технологиями, связанными с печатью изделий, а также перспективными технологиями 21 века. Это технологиями холодного ударно-волнового воздействия, такими как, например, лазерный наклёп. Мы подготовили бизнес-план, финансовую модель для создания такого центра. Презентацию мы оставим, и если будут заинтересованные партнёры, с удовольствием пообщаемся и обсудим возможные точки взаимодействия. Здесь на слайдах приведены технические характеристики наших комплексов, которыми будет оснащён центр в Китае. Благодарю вас за внимание. Спасибо. Спасибо большое, Дмитрий. Будем надеяться, что партнёр тоже найдётся, благодаря в том числе нашему сегодняшнему мероприятию. Я бы рекомендовал, конечно, на платформе банка попробовать его найти, поискать, разместить. У нас осталось совсем немножко времени, как я и говорил вначале. Давайте, если есть вопросы, кому вопросы, давайте. Тут вижу поднятую руку. Я не знаю, она давно уже поднята, рука. Давайте. Одна рука поднята, к сожалению, сложно прочитать тут имя. Задавайте вопрос, если он ещё остался. Хорошо. Тут, значит, вопрос не остался. У кого есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Александр Геннадьевич, у меня вопрос такой. Вот здесь, в принципе, много информации так прозвучало. Можно, то есть, и тех людей, которые здесь были представлены, как-то вот контакты их вы разошлёте? Да, я надеюсь, Международный департамент вот этим вопросом займётся, да, и все контакты там, какие презентации есть. Я думаю, что, конечно, аккумулируем, посмотрим и пришлём. Тогда всё, тогда, если вопросов нету, считаю, что мы сегодня не зря поработали, послушали много интересной информации. Всем большое спасибо. Будем заканчивать наше мероприятие. Всего доброго. Всего доброго. Спасибо, до свидания. Спасибо всем, до свидания. Субтитры подогнал «Симон»